Давайте снова спросим у зала. Скажите, пожалуйста, у кого из вас есть подтвержденные сертификаты IDX или Coursera? Ну, меня пардон, вы безнадежны. Что такое Coursera? На этом вопросе мне хочется выйти из зала. А в том-то и дело, что с точки зрения Coursera разницы между Рыбинском и Садовым кольцом никакой нет. Возможности больше в Москве, чем в Рыбинске, но на городе? Нет. Еще раз, с точки зрения того, чтобы учиться на Coursera, никакой разницы между Рыбинском и Москвой нет. Понимаете? В принципе, у вас, у каждого из вас есть прямой, бесплатный доступ к лучшему в мире образованию. Ни один из вас им не пользуется. Несмотря на то, что Министерство образования Российской Федерации благодаря некоторым усилиям сегодня гарантирует вам, что те курсы, которые вы там пройдете, будут зачтены руководством ваших институтов в качестве образовательных модулей. Это же значит, что если ни один из вас сейчас этим не пользуется, это, конечно, не ваша вина, это ваша беда. И это означает, что в Ярославской области нет ни одного ректора или руководителя образовательного учреждения, высшего образования, который соответствует занимаемой должности. Моя официальная позиция состоит в том, что руководители ваших вузов должны немедленно подать в отставку. Здесь нет ни одного, наверное, руководителя вуза, потому что они не заинтересованы в этом. Правильно. Ничего заинтересуем. Все это являются заложными в ситуации. Да, но не совсем. Не совсем. Давайте проведем эксперимент с вами. Давайте поговорим. Да? Сейчас, подождите, подождите. Давайте так. Как вы считаете? Поднимите руки те, кто считает, что плагиат диссертации — это хорошо. Ни одного нет. Хорошо? Поднимите руки те, кто считает, что преподаватели вузов, которые украли свои диссертации, не должны вас учить. Отлично. Значит, примерно у половины зала существуют моральные основания к разговору. У второй половины, видимо… Ну, значит, вы считаете, что можно своровать и дальше учить. Хорошо. Кто из вас считает, что сплагиатченный диплом является основанием для получения высшего образования? Отлично. Ни один человек не поднял руки. Кто из вас за все время обучения в университете ни разу не украл или не скачал из интернета учебный модуль, реферат, главу курсовой работы или что-либо еще? Спасибо. Меньше трети. А теперь подумайте. Я не знаю, вы же инженеры, у вас должно быть понятие пересекающихся множеств, да? Или говоря, диаграмма Венна. Вот я могу вам сказать, что в этических моделях ваши диаграммы пересекаются довольно слабо. Это означает, что у примерно половины, чуть больше участников, которые сегодня со мной разговаривают, существуют моральные двоемыслия. Ну, это математика, вот она так это определяет. Да? Поэтому да, руководство ваших университетов некомпетентно. Сейчас. Это не дает вам права и того, что от вас ждет страна, что вы также должны быть некомпетентны. Потому что если раньше ваше образование полностью зависело от них, то сегодня это не так. Еще раз, вы можете сегодня получить бесплатно, дешево, дома, прекрасные курсы по физике, по химии, по основам программирования, по инжинирингу, по роботтехническим системам. Не только на американских ресурсах, но и на российских, очень качественных. На портале универсариум, на портале openu.ru. Прекрасные курсы физтеха. Прекрасные курсы питерского политеха, МГУ, высшей школы экономики, которые начитаны лучшими специалистами в своей области. Поэтому в первую очередь вопрос образования и вопрос карьеры. Это не вопрос некомпетентности вашего руководства, а вопрос вашей персональной мотивации. Чего вы действительно хотите от жизни? Вы готовы быть вторым, третьим, четвертым сортом, либо вы готовы делать карьеру, решать невозможные задачи, преодолевать себя и становиться лучше. Вот это, главное, собственно говоря, моральный выбор. А, собственно говоря, что там происходит в этом самом будущем с точки зрения вашей подготовки. Первое. Вы ориентируетесь на потребности отрасли экономики, а не на то, чему вас учат в университете. Второе. Никакого смысла в слове профессия больше не существует. Профессия, как понятие, давно умерла. Существуют пучки набора компетенций. То есть сегодня по статистике в среднем профессионал меняет за жизнь не менее 12 профессий. 12. 60% профессий, которые сегодня существуют в мире, 15 лет назад не существовало. Существуют в мире, 15 лет назад не существуют в мире, 15 лет назад не существует.